Автор уникальной методики скоростного перезаряжания ружья. Екатеринбуржец Александр Петухов. Так как он, ружье никто не перезаряжает. Екатеринбуржец Александр Петухов. Автор уникальной методики скоростного заряжания ружья по 4 патрона. На перезарядку помпы он тратит всего 2 секунды. Это видео по несколько раз пересматривали все российские стрелки из ружья. Александр Петухов лучший в России по стрельбе из помпы. Свой первый чемпионат страны он выиграл в 2009, когда практическая стрельба только стала официальным видом спорта. К этому времени Александр был уже опытным стрелком. Ружье он приобрел в 2004 и сразу записался в секцию практической стрельбы. Получив оружие гладкоствольное, я начал тренироваться. И советую всем стрелкам и начинающим людям, которые приобрели оружие гладкоствольное, приходить в мир практической стрельбы, открывать его для себя, развиваться самому как стрелку, как человеку, как спортсмену. Первое время уральские стрелки соревновались только между собой, самостоятельно изучали правила и совершенствовали технику. Первый выезд за рубеж состоялся в 2009 году на чемпионат Европы. Вот тогда, конечно, когда мы увидели уровень стрельбы зарубежных стрелков, стало понятно, что то, что делали мы, это, так скажем, далеко от того, что делают они. Но это не остановило. В 2012-м Александр стал призером чемпионата мира в команде и личном первенстве, став мастером спорта международного класса. Параллельно осваивал пистолет и карабин, и уже в этом году он выиграл первенство России по стрельбе из винтовки в открытом классе. Интересно все стрелять, потому что в каждой дисциплине есть свои, скажем, нюансы, свои фишечки, потому что, ну, в ружье это большой калибр, мощность. Пистолет, он такой вид, он, скажем, более динамичный. Это стрельба в движении, это все бегом, это требования определенные к физической форме спортсмена должны быть. А карабин, это, ну, это, это нечто, нечто большее. Наверное, это любовь. На соревнованиях Александр Петухов часто с группой поддержки. Виктория признается, увлечения мужа сначала не одобряла. Александр и так много работал, он занимается металлоторговлей. А тут стал все выходные и вечера посвящать оружию. Вначале я как-то, ну, расстраивалась, нервничала из-за того, что все это вот раскидано, все это грязно, а теперь уже смирились, уже нормально. Более того, теперь Виктория в увлечении супруга видит только плюсы. Ведь сейчас она всегда знает, где его найти. Вариантов всего два. Либо на стрельбище, либо в тире. Проявляют интерес к тому, что делает Александр и дети. Дочь Саша уже знает, какие бывают виды оружия. Пистолет, ружье, карабин. А какой тебе больше нравится? Карабин. Почему? Не знаю, из него как-то более весело стрелять. Маленькому Арсению пока настоящее оружие не доверяют. Но он с удовольствием играет игрушечными пистолетами. По всем правилам практической стрельбы. Уже знает, что стволом никуда вращать не надо. Даже если игрушечный пистолет, он четко в безопасном направлении. С пальцем уже все знает, как и что поступает. То есть палец никогда с узколой, с кабелом не находится. Уже весной Александр начнет серьезную подготовку к новому спортивному сезону. В июле планирует выступить на чемпионате Европы по карабину. В сентябре на чемпионате мира по ружью. И на сегодня это все. Программа «Практическая стрельба». Я Евгения Чарсова. Прощаемся с вами. Наши сюжеты вы всегда можете еще раз пересмотреть на сайте телеканала «Малина» в специальном разделе. До встречи в эфире. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok